Во всех районах республики работают штабы по контролю за ходом зимовки скота. Несмотря на погодные условия и выпавший снежный покров, подъездные пути к животноводческим стоянкам находятся в доступном состоянии. Главная задача зимнего периода – обеспечить максимальную сохранность сельхозживотных. Главное – особое внимание уделяется маточному поголовью. Зима для любого хозяйства – это серьезное испытание. Практически в круглосуточном режиме главный ветеринарный врач племзавода «Сарпа» Аркадий Бадмай ведет работу с животноводами. Ежедневный мониторинг, своевременная вакцинация, массовая витаминизация, закупка кормовых добавок – все эти меры позволили сохранить численность поголовья. Эффективность травяной муки в гранулах уже доказана, говорят фермеры. Везут ее из республики Татарстан. На сегодняшний день племзавод закупил 140 тонн. Несмотря на погодные условия, доставку осуществляют быстро. После разгрузки разводят по животноводческим точкам. Также был закуплен комбикором в рассыпном виде, необходимый для нормального роста и развития сельскохозяйственных животных. Мы получили где-то 13,5 миллионов субсидий по засухе и на автоуслуги. Из них примерно израсходовали на приобретение кормов всех видов, где-то 6,175 и на автоуслуги около 330-340 тысяч. И в общей сложности из этих денег мы израсходовали примерно 48-50% из тех, которые дали. И плюс свои еще где-то около 3,5. И в общей сложности уже 10,5 миллионов рублей у нас ушло только на корма и на автоуслуги. Если бы этих 13,5 миллионов не было, все равно мы это покупали бы. Может, в меньшем объеме, естественно, потери, может, были больше. Ну, либо я бы взял бы кредит. Да, кредит – это кабала. Поэтому вообще говорить нечего о том, чтобы эта помощь была нужна. Ариш Лиджиев в животноводстве более 30 лет. По словам опытного Чабанак, к зимовке готовились заранее. Помещение, где содержатся овцы, утеплили, завезли сено и корма. Зимой для маточного поголовья вводится определенный распорядок дня. Как правило, суточную норму дают в три приема. Пшеницу привезли, зерно и 10 тонн. И гранулы кормим. Плод большой будет, и за это надо их кормить. А если не кормить, то они попадают. Первый год такой я вижу. За все лето сколько проработал я. Ну, думаем, что выберемся, все нормально будет. Прошлый год выдался непростыми. Из-за засухи у многих фермеров возникли серьезные проблемы с нехваткой кормов. Однако в хозяйстве акционерного общества Сарпа дела обстоят иначе. Все благодаря грамотному подходу руководителя к своему делу и своей временной помощи с федерального центра. На сегодняшний день в хозяйстве находится свыше 40 животноводческих стоянок, 2500 крупного рогатого и 17 тысяч мелкого скота. По словам директора, в прошлом году в качестве эксперимента для разнообразия рациона животных был закуплен жмых. Кроме этого, мы на период зимовки завезли больше 200 тонн зернов урожа, 635 тонн грубых кормов. Сейчас еще со стороны идут машины еще 30 тонн. Плюс к этому еще 400 тонн жома с Воронежской области. С отстатком прошлых лет мы примерно заготовили где-то около 5000 тонн. Потребность была 5200. И этого корма при обычной зимовке у нас хватает. И даже остается полторы-2000 тонн остается. В этом году его однозначно не хватит. Поэтому мы сейчас завозим. Вообще корма-то есть, но где-то уже, если вдруг завтра растает, мы не сможем завезти. Поэтому мы стараемся на тех стоянках, где корма может не хватить, подвозим. Большой объем грубых кормов доставили астраханские заготовители. По словам директора Михаила Мутулова, многие предприниматели повысили цены. Но благодаря тесному сотрудничеству удалось закупить рулоны по приемлемым ценам. В хозяйстве у Ланхёча также кипит работа по подвозу кормов к животноводческим точкам. По словам руководителя хозяйства Ирни Меджеева, зимовка скота идет под строгим контролем. Ежегодно, благодаря кропотливому труду гуртоправов, чабанов и механизаторов, по всем показателям племзавод в числе лучших. Курбан Курбанов – один из опытных животноводов. По его словам, своевременная помощь как федерального, так и республиканского правительства помогает сохранить основное поголовье скота. Поголовье все на месте. На сегодняшний день зерновурожая, например, в этом году завезли. Обычно завозили по 15 тонн. В этом году уже завезли 25 тонн. И еще, как я знаю, на подходе по 30 тонн еще положим. Ну и сено завозят. Помогают чему. Просто год такой. Я вот в этом деле уже больше 40 лет. Я чабаную на этой стоянке, здесь на этой точке. Я даже близко вот такого не видел, чтобы мы летом уже кормили. С июня месяца, с июня месяца кормили овцу. Такой год тяжелый. И поэтому здесь дополнительная помощь, конечно, не помешает. Помогает руководство. Почему не помогает? В целом, по республике, зимовка скота проходит в штатном режиме, заявили в профильном ведомстве. Напомним, в этом году из-за засухи был введен ЧС в восьми районах республики. Пострадало свыше трех миллионов гектаров пазбич. По обращению главы Калмыкии Бату Хасикова, правительство России выделило из федерального бюджета 562 миллиона рублей в качестве субсидий пострадавшим аграриям. Субсидии, которые по засухе, которые были доведены до предприятия, уже полностью направлены по целевому самому назначению. В текущем году такие предприятия, которые находятся на республиканской собственности, мы будем уже убрать их под особый контроль. И будем заниматься уже их дальнейшим развитием. В министерстве будет создана специальная структура, которая будет заниматься именно предприятиями, которые находятся на балансе республики. Дополнительно минсельхозам республики Калмыкия было выделено 50 миллионов рублей. Общая сумма поддержки животноводства республики в период зимовки составила 612 миллионов рублей. Впервые такой большой объем господдержки был доведен республиканским профильным ведомством в полном объеме и в столь сжатые сроки. В настоящее время в хозяйствах всех категорий республики зимуют более 578 тысяч условных голов всех животных. Это свыше 364 тысяч крупного рогатого скота, 1 миллион 978 тысяч головы овец и коз, 15 тысяч лошадей и более 800 верблюдов. Общая потребность на имеющиеся поголовья сельхозживотных до окончания зимовки составляет грубых кормов 578,4 тысяч тонн и концентрированных 68,5 тысяч тонн. Зимовка еще продолжается. Прошло два месяца одного из самого тяжелого и сурового периода в отрасли животноводства республики за несколько десятилетий. Совсем скоро во многих хозяйствах начнется окотная кампания. Сейчас главная задача животноводов – выкормить маточные поголовья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова